Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах, и сегодня, как и обещал, сделаю информационный выпуск. Именно про этот выпуск я говорил вот в этом выпуске. Сегодня я поделюсь с вами той информацией, которая очень важна, если вы решите отправиться путешествовать в Крым. И отчасти всей этой информацией нужно обеспокоиться, еще находясь на материке. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что в конце выпуска я вам дам ту информацию, которая беспокоит, ну, почти каждого человека, кто хочет отправиться в Крым. Погнали! Спонсор данного выпуска – магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличные решения для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Итак, мы пропутешествовали Крым два раза. Первый раз в 2019 году. Мы снимали тогда отели, гостевые дома и сменили порядка 12 мест жительства. Тогда наше путешествие длилось в районе месяца чуть больше. А в 2020 году мы приняли другое решение. Мы поехали в Крым путешествовать с палаткой. И пропутешествовали целых два месяца с двумя маленькими детьми. Все выпуски можете посмотреть на нашем канале. У нас есть большой выпуск этого путешествия. Вот он так выглядит. Крым это не совсем территория России. Ну как бы Россия, ну и не Россия. И вообще, короче, с ним ничего не понятно. Ну, я думаю, вы все понимаете и знаете, по что я говорю. Так вот, из-за этого там есть сложности. Сложности на отдыхе, сложности житья, сложности бытия. В общем, сплошные сложности. Вроде наш, а вроде не наш. Первое, о чем я хочу вам рассказать, это связь. Со связью нужно решить сразу же на материке. Так как, попав на полуостров, проехав по мосту, у вас включится роуминг и будет списываться. Ну, я думаю, вы знаете, что это не маленькие деньги в формате услуг связи. Например, у нас в семье у всех МТС, поэтому мы просто позвонили в МТС и подключили дополнительную услугу. Она стоит там в районе 130 рублей. Как на Мегафоне, не знаю, Теледва там точно не работает. Даже можете не суваться в Крымсе Теледва, там нет никаких вышек. МТС там тоже не работает, и Мегафон там тоже не работает. Когда вы заезжаете, вот включается роуминг, либо нужно подключить эту дополнительную услугу. И у вас будет уже в уголочке на телефоне написано не МТС, а либо ВИН, либо ВОЛНА, либо какие-то цифры. Это местные операторы. У нас на материке, на МТСе полный безлимит, то когда ты заезжаешь в Крым, подключаешь эту услугу, тебе дают всего лишь 500 мегабайт интернета. Ну, как бы, что делать с пятихаткой интернета, вообще непонятно. Он заканчивается тут же. Вы можете по приезду в Крым просто отключить свою сим-карту, а купить местную. Есть два оператора, ВИН и ВОЛНА. У них есть как свои плюсы, так и свои минусы. Мы покупали ВОЛНА. Она чуть подешевле, и тариф с интернетом там поинтересней. Мы покупали эту симку на Синке. А я покупал себе от МТС от трубокнопки. И вышло прилично вообще по деньгам. Так вот, ВОЛНА. Очень интересный тариф по интернету, но есть минус. ЛОВИТ эта волна вообще не везде, какая-то волна не волна. Местные советовали покупать ВИН. ВИН хорошо везде ловит, чуть дороже, по-моему, там по тарифам. Но если вы планируете надолго, и вам нужен интернет, нужен он везде, в каких-то диковинских местах, то, конечно, лучше рассмотрите ВИН. Но если у вас двое, то одному можете взять ВИН, второму ВОЛНА. На ваше усмотрение. Следующий момент я хочу вам рассказать про карты. Да, те самые кредитные дебютовые карты. Казалось бы, что такого? Но когда мы приезжали в 19-м году, в Крыму вообще не работали никакие карты. Все принимали только наличные. Мы лично в Москве привыкли все расплачиваться телефоном, где-то карту прикладываешь. А тут хлопс, и все, только нал. Приехали в 20-м году, на наше удивление, весь Крым принимает карты. Вот даже в самом глухом магазинчике стоит терминал, и без проблем ты можешь рассчитаться. В Крыму вообще везде, друзья, стоят терминалы, поэтому за это можете не беспокоиться. Есть единственный нюанс. Нужно таскать с собой постоянно карту. Вот, например, у меня на момент 20-го года была открыта виртуальная карта, по-моему, в Сбере. И у меня физически просто карты не было. Она была в телефоне. Я приехал, я знаю, что как бы карты принимают, я хлопс, телефон прикладываю. А приложить телефон не получается. Он не считывает карты. Так вот, те самые приложения, которыми мы привыкли пользоваться здесь, то есть там Apple Pay, они там не работают. У них есть свое какое-то местное крымское приложение, установив его, закачав туда свою карту, установив, тогда вы сможете расплачиваться. Но мы не стали это делать, мы просто взяли Настину карту, и я ходил с Настиной картой. Это как бы неудобство, да, но к нему, если опять-таки вы в долгу, к нему, в принципе, можно привыкнуть. Хотя это, ну, в любом случае неудобно, потому что привычка вот этот достал телефон, приложил, ушел, она хорошо остается. Ну и, конечно же, разговаривая про карты, мы выскакиваем с вами к следующему нюансу, который тоже нужно знать. Это банкоматы, и как вообще снимать тогда деньги, если там нет ничего, все, что есть на материке. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Там есть два банкомата, которые мы, в принципе, вам можем рекомендовать. Это вот этот генбанк и вот этот. Сколько мы бы не снимали денег, всегда снимается беспроблемно, и нет никакой комиссии. Ну, во всяком случае, когда ты туда засовываешь сбербанковскую карту. Если вы засунете туда Альфа-банк, либо Деньков, тут я уже точно не подскажу, я не уверен, что у вас не спишет какую-то комиссию. Этих банкоматов там достаточное количество, они там на каждом углу, в каждом супермаркете, в некоторых супермаркетах по нескольку их там стоит. То есть, даже в каких-то глухих магазинчиках тоже стоят эти банкоматы, и какого-то дефицита, либо какого-то неудобства, что у вас не получится снять деньги, ну, вы точно не испытаете. Поэтому смело, если не любите, как, например, мы, пользоваться наличкой, просто берите карту, сберовскую желательно, и езжайте в Крым, там, если нужен будет налик, всегда сможете снять без процента. Ну, и теперь непосредственно информация для автопутешественников, для тех, кто поедет в Крым на машине. Смотрите, перед тем, как заехать в Крым, я рекомендую вам заправиться на материке, перед мостом там есть две заправки, Лукойл и Роснефть, заправляете и едете. В Крыму вы не увидите никаких заправок, привычным нашим взглядом, типа Лукойл, Роснефть, там, Газпром, там есть какие-то заправки, на которых просто страшно заправлять машину, но я рекомендую вам две заправки, которые, в принципе, очень близки и похожи по своему сервису, по своему дизайну на наши, это первая заправка АТАН, в простонародье ее называют желтой, и есть заправка ТЭС, в простонародье ее называют фиолетовой, в принципе, и ту, и ту хорошо видно за дороги, там классный сервис, там есть бесплатный Wi-Fi, кстати, как лайфхак, если вам нужен интернет. Бензин в Крыму дороже, дороже порядка на 2-3 рубля относительно материка. Ну и последнее, друзья, самое-самое важное, перед тем, как вы соберетесь отправиться в Крым, а, к сожалению, ну, как я понял по нашим видео, читая какие-то комментарии, получая вопросы в Инстаграм, в Директ, я понимаю, что люди совсем не понимают, как пользоваться букингом, как снять жилье в Крыму. Давайте я вам расскажу. Вам нужно просто зайти в букинг. Итак, смотрите, если вы зайдете в букинг, вобьете даты отдыха, нажмете на тот поселок, либо город, в котором вы хотите отдохнуть, и нажмете на поиск, то вам букинг ничего не выдаст, он скажет, что не работает. И многие, большинство, просто расстраиваются, закрывают букинг и как-то на каких-то группах через какие-то сайты пытаются себе что-то забронировать, где-то отчасти переплачивая, кто-то вообще едет просто, и там уже ходит по дверкам, стучит. Именно так было у нас в 19-м году, только под конец нашего путешествия мы поняли, как это все работает. Так вот, букинг, далее выбираете числа, выбираете населенный пункт, где вы хотите отдыхать, а дальше есть такая замечательная кнопочка, видите, путешествую по работе. Так вот, обязательно нажимаете ее и нажимаете найти. И вот, вуаля, букинг заработал. Почему-то так он работает, ну, наверное, потому что он вроде наш, а вроде не наш. Поэтому, если вам эта ценная информация, то обязательно репостните другу, товарищу, подруге. Ну, действительно, многие попадают в такой тупик, блин, а как же все-таки там снимать недвижку? Так вот, вот так я вам рассказал, а вы, в свою очередь, поделитесь этим роликом. Ну, а для тех, кто решит отправиться в 21-м году все-таки в Крым, выберет именно Крымское побережье. Друзья, мы подготовили гайд, мы собрали весь свой опыт в одну маленькую книгу, там почти 100 страниц. Там есть геолокации, контакты жилья, там есть цены, там есть места такие, фотозоны, как туда добраться, как проходить, где ночевать, если вы с палаткой, где кушать, где покупать еду, как что. В общем, все-все-все-все-все вот здесь, в этом гайде. Стоимость вообще минимальная. Для того, чтобы приобрести наш гайд, вам нужно написать просто в Инстаграм, либо мне, либо Настеньке. Ссылочку на наш Инстаграм я оставляю под этим видео. С нашим гайдом ваше путешествие по Крыму будет 100% пройдет на такой легкости, с таким кайфом и с таким удовольствием. Вы не столкнетесь с такими вопросами, с такими проблемами, как столкнулись мы и в 19-м году, и в 20-м году. Вы знаете сейчас, что сделать нужно. Если вы не подписаны на канал, обязательно вот эту красную кнопочку нажимайте и на колокольчик тоже жмите, чтобы не пропускать новые видео. Поделитесь выпуском с друзьями и, конечно же, нажмите на лайк, если вам зашел выпуск. Ну и если не понравился, то жмите дизлайк, что делать. Ну и, конечно же, вопросы, свое мнение, что-то, может быть, я забыл и упустил, пишите, конечно же, в комментариях, они всегда открыты. Я с вами прощаюсь, до новых выпусков, пока!